Девушки отдыхают Но и сегодня справедливы слова известного физика Дежена Жидкие кристаллы прекрасны и загадочны Особое внимание в настоящее время привлекают уникальную способность морекул жидких кристаллов к быстрой переориентации под действием даже слабого электрического поля И очень сильная неринейность их оптических свойств при воздействии световых пучков большой интенсивности По способу расположения молекул в веществе различают нематические, смектические и холестерические жидкие кристаллы Молекулы нематика ориентированы параллельно друг к другу Это направление характеризуется единичным вектором, директором Молекулы холестерика образуют слоистую структуру Структура холестерика характеризуется спиральным расположением молекул А его директор описывает в пространстве спираль Все многообразие текстур жидких кристаллов проявляется при наблюдении их тонких слоев в поляризационном микроскопе Так выглядит в поляризованном свете нематик Хорошо различимы толстые и тонкие нити, которые и дали название нематику от греческого слова нема нить Для смектика характерна мозаичная текстура, по-гречески смега мыла Это ступенчатая текстура капель смектика А это конфокальная смектическая И конфокальная холестерическая текстуры У холестериков с большим шагом в спирали часто наблюдается текстура отпечатков пальцев Темная зона справа – изотропная фаза Ампула с жидким кристаллом сильно рассеивает свет Нагреем ее Произошел фазовый переход Жидкость стала изотропной и прозрачной Теперь свет свободно проходит сквозь ампулу При охлаждении наблюдается обратный переход В сильно рассеивающее жидкокристаллическое состояние Субтитры создавал DimaTorzok Одно из основных свойств слоев жидких кристаллов оптическую анизотропию Можно изменять различными внешними факторами Поместим DimaTorzok на стекло Взаимно перпендикулярны, а толщина слоя не более 100 микрометров В кристалле формируется твист структура В которой направления директоров плавно меняются по толщине К аналогичному результату приводит ориентирующее действие электрического поля Эффект изменения направления оптической оси аниматика под действием электрического поля Наблюдался еще в 30-е годы советским ученым Фредериксом И носит его имя Если напряженность поля, приложенного к аниматику, выше порогового То в слое аниматика возникают вихревые конвективные потоки Приводящие к формированию доменов Капустина-Вильямса Электрическое поле высокой частоты формирует шевронную структуру При очень высоком напряжении электрический ток, проходящий по аниматику, взбалтывает его Мы наблюдаем динамическое рассеяние Продемонстрируем динамическое рассеяние на лазерной установке Осветим кювету с жидким кристаллом лучом лазера Луч беспрепятственно проходит через нее Приложим сильное электрическое поле Луч рассеивается Центральное пятно ослаблено И виден широкий ореол Уменьшим напряженность электрического поля Динамического рассеяния не наблюдается Ореол исчез, луч лазера дает на экране яркое пятно Влияние электрического поля на ориентацию директора Эффект Фредерикса Используется в цифровых индикаторах Обычный жидкокристаллический цифровой индикатор Состоит из поляризатора Двух стеклянных пластин с электродами Между которыми находится Твист структура Второго поляризатора и зеркало Оси поляризаторов Скрещены Твист структура Поворачивает плоскость поляризации И поэтому луч света проходит через скрещенные поляризаторы В прямом и обратном направлении Приложим электрическое поле Директоры в жидкокристаллической пленке Твист структуры Повернулись в направлении поля Теперь плоскость поляризации Не поворачивается И свет поглотится вторым поляризатором На табло появилась темная цифра На светлом фоне Нелинейные оптические свойства Жидких кристаллов Рассмотрим в эксперименте На лазерной установке Это двойное лучепреломление Массивного кристалла Исландского шпата Оба луча поляризованы Во взаимно перпендикулярных плоскостях А здесь тот же эффект Обеспечивает тонкая Жидкокристаллическая пленка Длина оптического пути в пленке На несколько порядков меньше Чем в твердом кристалле Это и позволяет в частности Создать компактный цифровой индикатор Устройство которого Мы только что рассмотрели Разделим лазерный луч На два пучка системы зеркал При малой интенсивности излучения Кювета с жидкокристаллическим веществом Заметно не искажает картину на экране С ростом интенсивности излучения Появляются дополнительные максимумы Это явление самодифракции Объясняется формированием фазовой решетки В жидкокристаллической нелинейной среде Самофокусировка луча лазера Жидкокристаллической пленкой Может привести к самоинтерференции Осветим жидкий кристалл Интенсивным лучом лазера На экране отчетливая картина Круговых интерференционных полос Почему это происходит? Интенсивность лазерного пучка Максимально в центре его сечения Поэтому показатель преломления Жидкокристаллической пленки Для центральных лучей Будет больше А скорость меньше Чем для периферийных В результате первоначальной плоски Фронт волны При прохождении через жидкий кристалл Прогнется Центральная часть пучка Дает на экране светлое пятно В местах изгиба волнового фронта Лучи отклоняются От первоначального направления Их интерференция Дает чередующиеся Светлые и темные кольца Чем выше интенсивность Лазерного луча Тем сильнее проявляется Нелинейность жидкого кристалла И тем больше Интерференционных полос Будет на экране Оптическая нелинейность И другие уникальные свойства Жидко-кристаллической структуры Все активнее используются Как в технике Так и в научных исследованиях Одним из перспективных направлений Практического использования Оптической нелинейности Является восстановление Искаженных изображений При отражении От обычного плоского зеркала Сферический волновой фронт Сохраняет свою выпуклую форму А направление отраженного луча Не совпадает с направлением падающего Нелинейная среда В нашем случае Жидко-кристаллическое зеркало Может обращать волновой фронт То есть сохраняя его форму Изменять направление распространения На противоположное Рассмотрим недавно осуществленный опыт Восстановление искаженного изображения Вследствие дисперсии света В стеклянном волокне Форма волнового фронта Светового луча Прошедшего через волоконно-оптическую систему Сильно изменилась Соответственно переданное изображение Исказилось до неузнаваемости Обратим волновой фронт С помощью нелинейного Жидко-кристаллического зеркала И пропустим световой луч Через точно такую же Волоконно-оптическую систему Теперь дисперсия приведет К восстановлению прежней формы Волнового фронта Изображение вновь стало четким В научных исследованиях Жидкие кристаллы Применяются для Визуализации различных Динамических структур В частности Доменной структуры Сигнетоэлектриков Этот сигнетоэлектрический кристалл Триглицинсульфата Выращивался с примесью аланина Примесь распределена Неравномерно Однако оптический кристалл Однороден Нанесем на него Слой жидкого кристалла И приложим Электрическое поле Неоднородность распределения Примеси проявляется В виде областей Различной прозрачности В слое жидкого кристалла В этом опыте С помощью жидкого кристалла Показана перестройка Доменной структуры Чистого триглицинсульфата Под действием Электрического поля Движущиеся темные линии Это границы доменов Разделяющие области С противоположным направлением Поляризации Растут домены Поляризация которых направлена По полю Скорость движения Доменных стенок Зависит от напряженности Электрического поля Изменим направление Внешнего электрического поля Теперь будут расти домены С противоположным направлением Поляризации В сильном поле Границы доменов Исчезают Сигнетоэлектрические домены Рождаются в первую очередь На неоднородностях кристалла Этот метод визуализации Перспективен Для неразрушающего контроля Сигнетоэлектрические кристаллы Чувствительны Даже к слабым дозам Облучения Поместим кристалл В рентгеновский микроскоп И облучим его Радиационные дефекты Не видны Теперь нанесем На кристалл Облученного Сигнетоэлектрика Слой жидкого кристалла И приложим Электрическое поле Вертикальные полосы В областях Через которые Прошел Рентгеновский луч Это зона Повышенной концентрации Радиационных дефектов Два пятна справа Это Визуализованная С помощью жидкого кристалла Области Сигнетоэлектрика Облученного Слабым потоком Низкоэнергетичных Электронов Толщина Толщина облученного слоя Десятые доли микрометра Скорости роста доменов В облученном и не облученном участках Различны Динамика здесь связана С включением электрического поля И зависит от его величины Еще одна широкая область Применения жидких кристаллов Использование холестериков Для регистрации Инфракрасного излучения И температурного поля Различных объектов Это Температурное поле Руки человека А эту картину Рисует на холестерической пленке Обычный фонарик В нашем фильме Рассмотрены Хорошо изученные Термотропные Жидкие кристаллы Изменяющие свои свойства При изменении температуры Как это наблюдается сейчас При плавлении И кристаллизации Смертика Значительно менее изучены Леотропные Жидкие кристаллы Изменяющие свойства В зависимости От концентрации В растворителе Длинных Асимметричных Молекул С успехами В изучении Леотропных Жидких кристаллов Связываются надежды На разрешение Многих важнейших Биологических Проблем Более того Высказываются Гипотезы Согласно которым Жизнь При своем возникновении Должна была Пройти через стадию Жидкокристаллической Организации Молекул 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 Молекул